Детки Детки, скажем так, с разным восприятием. Вот сегодня первый раз мы провели программу. Мне кажется, что все получилось, мы нигде не ошиблись. В рамках акции «За победу» актеры музыкально-драматического театра Мария Молодова, Анна Афанасьева, Юлия Шафир и Дмитрий Федоров побывали в одной из донецких школ, отыграв развлекательную программу для детей и взрослых, вынужденных переселенцев, пострадавших от военной агрессии. Я считаю, что это очень важно, потому что им нужно подарить радость после всего, что они пережили. Это просто необходимо. И я благодарна, что у нас есть такая возможность хоть как-то помочь и, может быть, хоть на какую-то йоту немножечко облегчить, отвлечь и подарить настроение и веру во что-то лучшее. Это очень важно. Я очень надеюсь, что это детям дает заряд позитива, потому что на самом деле время очень сложное, очень непростое. И хочется хоть немножко, хоть маленькую толику радости доставить и как-то поддержать детвору. Хорошая компания, веселые викторины, загадки, танцы, подвижные игры, сладкие подарки – все это ожидало детей в театрализованной программе, подготовленной с любовью артистами театра. Было супер, хорошо. И такое хорошее, в приятном смысле этого слова, удивление такое, хорошее, облегченность и радость, счастье. Дети все контактные, пытаются играть, идти с нами в контакт, общаться. То есть не так, чтобы не закрываются, очень хорошо реагируют. И это нужно и нам самим, потому что колоссальный заряд энергии и любви. Мы дарим свою любовь. Дети отвечают тем же. Нам, взрослым, нужно учиться этому у детей. Дети веселились, вы же видели, и взрослые, даже детки, которые уже постарше, они наравне с малышами веселились, баловались, играли. Ну, наверняка этого не хватает в любом возрасте и в любое время. Поэтому у нас дети вообще больше в виртуальной реальности сидят. И вот в подвижные игры такие редко выходят, как раньше делали мы, взрослые, уже сейчас взрослые. Поэтому и сейчас, в это время, вот здесь, сегодня, я надеюсь, что мы детям подняли настроение, дети с удовольствием играли. Ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф и ириска – персонажи спектакля «Три поросенка» поздравили Дашу из Мариуполя с днем рождения. В этот день девочке исполнилось 18 лет. С днем рождения! Будем держать эмоциональную капусту, будем обнимать, и вы все вместе с радостью! Очень классно. Я сегодня утром проснулась вообще без настроения, потому что без родителей здесь, и очень было грустно. Но вся эта обстановка мне очень его подняла. Я довольна. Неожиданно. Классно. После всего пережитого для девочки очень важно ощутить радость, отвлечься от происходящих событий в мире. Я, по большей части, работала. Няней работала и официанткой. Потом вся эта ситуация, все заведения позакрывались, страшно было, очень неожиданно. Все думали, что будет примерно как в 14-м один день, и все. Но завязалось на долгое время. Страшно было. Зато научились варить на костре, пилять дрова, рубить их, разжигать огонь. Какой-то толк это дало. Ну и понятие того, что кто реально важен, кому-то и важна. Из Мариуполя она вырвалась вместе с подругой. Из города выходили пешком. До 23-го мы шли пешком. Потом нас подвезли люди до блокпоста. Оттуда в Володарск. С Володарска нас уже забрали в Мануш. Ну а Сман уже, естественно, сюда. Здесь очень хорошо, очень вкусно кормят. Коллектив тут замечательный. Администрация. Все прекрасно. Все устраивает. Люди испытали очень много негативных эмоций. Мы в педагогике называем это улыбка по крову, когда делятся эмоции. И улыбаются дети, следом улыбаются взрослые, делятся положительными эмоциями. Хоть на миг они забывают о плохом. Это очень важно в это непростое время. В планах у артистов Донецкой музрамы провести подобную развлекательную программу для детей во всех пунктах временного размещения. Конечно, очень хотелось детям доставить много радости, много удовольствия. Мы привезли небольшие подарочки. Старались развлекать как могли. Я смотрю, что они очень довольны. И я надеюсь, что мы сможем объехать много-много таких вот пунктов. И как можно больше деток охватить. Потому что хочется их всех обогреть своим теплом, обласкать. Этим детям очень сильно досталось. И хочется, чтобы... Знаете, дети растут на воспоминаниях. Вот так в этой жизни устроено. Хотелось бы, чтобы вот этих неприятных воспоминаний в их жизни не осталось. Редактор субтитров А.Семкин